Мои сладкие, всем приветики! Очень рада видеть вас на моем канале. И, друзья, сегодня у нас формат видео ЧО ПОЧЕМ, то есть лицо первых впечатлений. Итак, что я сегодня хочу вам показать? Ну, прежде всего, поприезжали некоторые мои покупочки с Черной Пятницы. Я в этом году сорвалась на сайте Huda Beauty, купила все то, что я давно хотела, хотя, если честно, даже не планировала затариваться на сайте Huda. Но там такие скидки были, что, извините, пройти невозможно было. Я себе заказала тональный крем, да, тот самый несчастный тональный крем, который мне попался в пробничке, от которого я ничего не поняла. В итоге заказала все-таки себе эту целую бадью просто. Оттенок у меня ванилла 120B. Затем новый ее бронзер Glowish by Huda Beauty. Soft Radiance, и это у меня тоже 01 Light оттеночек. И третий продукт, который я заказала на сайте Huda Beauty на скидках, это ее знаменитейшая, известнейшая пудра Easy Bake Loose Powder. Я хотела маленькую версию заказать, потому что ее тут реально дофига, но маленькую версию все очень быстренько раскупили. Поэтому пришлось, ладно, покупать целую банку. В общем, на ближайшие 100 лет я затарена пудрами. Затем мне буквально вот вчера, и чему я просто невероятно рада, пришли мои любимые спонжики от iMagic. Сегодня будем пробовать, потому что... А, не, коричневые у меня были. Также у меня сегодня есть для вас вот такой вот невероятнейший красивый хайлайтер от бренда Hean. Это польский бренд косметики, который продается, в принципе, и в Украине, и в России. Не знаю, в некоторых странах вообще СНГ, так что, в общем, ищите, если что. Затем, конечно же, куда без этого? Вы у меня спрашивали в комментариях и в Инстаграм. Конечно же, друзья, я не прошла мимо новой коллекции от Lamelle. Я заказала две вот такие вот подводки от Lamelle. Moonrise Chameleon Eyeliner. И, естественно, палеточку, потому что это что-то новое для бренда Lamelle. Я сегодня вся вот в таких зеленых оттенках, как раз таки, как и коллекция. Ну, и давайте сразу же я вам покажу. Это несчастечко. Посмотрите на эти просто рефильчики. Я когда почему-то смотрела обзор, допустим, Дианы Суворовой, мне как-то казались эти рефилы намного больше. Я думала, что это хотя бы размерами как Colourpop. А оказывается, не тут-то было. Я вот тяню, вы посмотрите, вот мой ноготочек и вот этот рефильчик. Они очень-очень малюсенькие, но очень малюсенькие. Сама, в принципе, палеточка довольно-таки неплохо сделана. Здесь у нас защитный экранчик такой откидывается. Опля. Ну, можно вообще эту пленочку, естественно, снять. И также эта палетка была еще вот в таком защитном чехольчике пластиковом. Вообще не понимаю, в чем смысл этого чехольчика пластикового. Это не удорожает продукта, наоборот, внешне для меня удешевляет. И ты его просто потом выбрасываешь. Смысл просто от этих пластиковых коробок. Прежде чем приступать к макияжу, я хочу вам показать свочи на эту палетку и сама вообще посвочить, понять, что тут происходит. Итак, показываю матовые оттенки сначала. Вот такие вот они. Не блещут сильно прям пигментацией. Ну, и вот так вот выглядят блестяшки. Это, конечно, что-то новое для ламель. Это очень-очень-очень сильно блестит. Здесь в этой палетке есть такая же рыхлая текстура. И она очень-очень похожа на Glam Shop. Такие оттенки, которые самые вот рыхлые в рефиле. Это оттенок Eclipse. Вот этот вот темненький товарищ, который у меня на руке. Затем оттеночек Impression. Вот такой вот персиково-золотой цвет. Камера, фокусируйся. Затем оттеночек Flat. Они и в рефиле, я думаю, вам видно и понятно, что такие рыхловатые товарищи. И затем оттенок Gravity, Gravity, не важно. В общем, вот эта вот прелесть, она тоже рыхловатая, но относительно остальных оттенков, которые я вам продиктовала, это самая нерыхлая текстура. Вот этот вот темный, он прям как масло наносился, безумно-безумно плотно. Не советую вот так вот возюкать по рефилу. Советую так аккуратненько, знаете, как лапкой котика возюкать по рефилу. Иначе это будет все просто вокруг в этих блестках. Итак, друзья, давайте, чтобы проверить, на что способна вот именно максимальная эта палетка, я нанесла базу от P.Louis на два глаза. Радует, что в этой палетке есть зеркало, друзья. Беру большую пушистую кисточку и набираю оттенок Supernova, это обыкновенный бежевый оттеночек, чтобы немножечко припудрить область под бровью. Затем я хочу пойти от темного к светлому, так как эта палетка 100% не супер-дупер-мега-пигментированная, то лучше я буду действовать так. Я беру плотную кисточку бочонок из натурального ворса и набираю оттенок Mission, вот этот темный коричневый. Это самый темный коричневый, который есть в этой палетке. И наношу его на внешний угол глаза. Натаптываю. Подтушевываю его немножечко. Оттягиваю. Завожу вот сюда вот в складочку. Затем на пушистую растушевочную кисть я набираю следующий коричневатый бежеватый оттенок Alen. И начинаю растушевывать этот оттенок и добавлять его в складочку. Растушевывать предыдущий. Я тут оформила матовыми еще правый глаз за кадром. Слушайте, очень, конечно, легко и быстро работает все с этими матовыми. И на удивление мне даже достаточно пигментации. Но это пока я сияшку не нанесла. Итак, я хочу нанести оттенок Eclipse. Для начала вот такой вот. Ух, он такой полукремовый, знаете, как cream to powder, но только с такими кусочками странными. Буду наносить его не на все подвижное веко, а на часть. Короче, приступаем. Я его совсем по чуть-чуть набираю и растираю уже на веки. От того, что он набирается хлопушками, лучше работать с ним вот так вот. Он, естественно, не особо горит желанием втушевываться в матовое. И это, в принципе, для такого оттенка нормально. Я даже не знаю, как вам объяснить даже эту текстуру толком. Но она супер мягкая и супер рыхлая. Вот кисточкой набирать будет сложно этот оттенок. Затем набираю оттенок Illusion, вот такой вот оттенок морской волны, сияющие бирюзы. И наношу вот сюда, ко внутреннему уголочку. Осыпание, конечно, жесткое под глазами. И причем из-за того, что это комочки прям с вот этим вот блестящим пигментом, лучше это не тереть ни в коем случае. Так, я хочу по нижнему веку сделать как раз таки сиреневую штуку. И использовать матовый оттенок Rack, но так как у меня нет надежд на этот оттенок. Потому что, судя по сводчам, это не слишком пигментированный, скажем так, оттенок. И это нормально, в конце концов. Я буду использовать вот такую вот фиолетовую подложку. Это тоже карандашик Lamelle гелевый 405. В общем, нанесу его на все нижнее веко. И давайте теперь это все закреплять нашим оттенком Rack. Возьму такую плотную кисточку копытца и закрепляю карандашик. И давайте по нижнему оттенку я нанесу оттенок Gravity. Буду наносить пальчиком сразу же. Даже не рискую ничем другим. И на внутренний уголок я хочу нанести оттенок Flat. Вот этот вот красивенький персиково-золотисто-зеленоватый. Как раз таки в нем есть и розовинка, и зеленинка. И у нас соединятся нижний с верхним веком. Набираю тоже пальчиком, потому что все набирается хлопьями. Так, давайте теперь делать дуохромные стрелочки. Я, наверное, две разные подводки буду использовать на двух разных глазах. И я хочу для этого использовать как подложку черную подводку. Потому что все вот такие вот мультихромные подводки, они сделаны, знаете, на такой сероватой базе. То есть своей жесткой какой-то прям пигментации в них немножечко не хватает для полноценной стрелки. Сейчас я вам свочи здесь сделаю обязательно. Снизу оттенок 401, сверху оттенок 402. Вот. Они, в принципе, мультихромят очень красиво. Здесь у меня очень много света, поэтому сложно немножечко показать. Вот так вот, видите, видно их как раз таки серую базу. То есть плотности в них не хватает для того, чтобы такую насыщенную темную подводку сделать. Поэтому мы просто выкрутимся и сделаем как положено. Вот. Уже более-менее видно эту дуохромность. О! О! О, друзья! Итак, я нарисовала стрелки. Заодно, знаете, что я сейчас подумала? Посмотрим, как они наслаиваются сверху. Не разъедают ли они подводку внизу. На левый глаз я буду наносить оттенок 402. Вот такой вот зелено-розово-красно-золотистый мультихром. Неважно, короче, в нем очень много переливов. Здесь у нас вот такая вот кисточка. Набирается продукт хорошо. Ну что, друзья, поехали. Надеюсь, у нас что-то да получится. Ой-ой-ой! О! Вау! Чтобы вы понимали, я-то уже вижу перелив. У меня же тут все-таки свет преломляется хорошо. Ой-ой-ой! Это так прикольно, слушайте. Ну, ламель, конечно, красавцы. Так, рано хвалю. Поехали. Ой-ой! Ты-ри-ти-ри-ти-ри-ти-ри-ти-ри-ти-ти-ри-ти-ти-ти-ти-ти. Это все вживую так, конечно, переливается тут. Шикарно! Короче, друзья, я постараюсь словить эти все переливы, но поверьте мне, это очень-очень круто выглядит вживую. На второй глаз оттенок 401 буду наносить. О-о-о! О-о-о! Боже, как приколдесно! О-о-о! Вот, смотрите-смотрите! Вау! И скажу вам так, что это еще все очень красиво искрится. То есть, сама подводка, она вот, знаете, не глухой такой мультихром, а вот именно переливчатый мультихром. И мне это очень сильно напоминает пигменты от Lotus Flower. У меня тоже есть в этих оттенках пигменты от Lotus мультихромные. И вот это сияние, эти блесточки, они вот точно такие же, очень-очень похожи. Итак, давайте приступать к нанесению тонального крема от Huda Beauty. Вот так вот выглядит каурюбочка. Напоминаю, что оттенок у меня ванилла 120B. Если честно, брала просто вообще вслепую оттенок. Смотрю, ванилла, ну, вроде должен подойти. Вот так вот выглядит эта чудесная баночка. Она пластмассовая, довольно-таки тяжелая. Плотные тональные кремы лучше всего, насколько я знаю, наносить именно такими легкими кистями. Ну, или же спонжами, в крайнем случае. Мы на одну сторону нанесем спонжиком от iMagic. Я его уже намочила. И затем я уже буду экспериментировать с кистями. Но единственная чистая кисть для тонального крема у меня вот такая вот от Рудковского набор манго. Запаха нет, друзья. Я помню, что этот тональный крем славился просто своими ароматами. Боже, поможи, потому что это супербыстро застывающая штука. Наношу. Сначала вот так вот буду руками втирать, а потом растушевывать спонжиком. И растушевываю все спонжем. Давайте попробуем кистью нанести. Обработала сначала в кисть и поехали наносить. Так, ну кисти мне не нравятся, потому что все позападало в поры. Вот не люблю я кисти, вот и не надо их любить. Да, вот здесь на левой стороне у меня все позападало в поры. А на этой стороне более-менее симпатично все. Ну и вот так вот выглядит тональный крем. Здесь я сначала наносила спонжем, а здесь я кисточкой экспериментировала. И на лбу. Вот видите, здесь подчеркнулись шелушения. Ну и вообще кожа так выглядит, знаете, не очень красиво, конечно. Не самая красивая версия моей кожи. Не подбородок. Итак, настало время пудры. Давайте, что по поводу тона. Он такой липковат. Мне хочется его все-таки чем-то именно припудрить, чтобы потом хорошо растушевывались остальные средства. Это бронзер у нас, еще контуринг, румяна, хайлайтер в конце концов. Поэтому сейчас будем что-то придумывать. Потому что тональный крем и без того плотный. И сейчас пудрой его уплотнять мне вообще как-то не хочется. Если честно, учитывая то, что это жесткая еще и пудра. Итак, вот так вот выглядит сама баночка. У меня это оттенок Sugar Cookie, если я все правильно прочитала. Прозрачный. Еще что скажу. Тональный крем вот здесь вот ощущается почему-то. Но ничего. Так, прежде чем, наверное, все это покрывать пудрой, я хочу нанести хайлайтер. Дабы хайлайтер вообще было потом видно. Потому что чувствую, что с этой пудрой будет все полностью соскальзывать. Представляю вашему вниманию просто мой золотой грааль, мою золотую находочку. Хайлайтер от HEN Diamonds Glow Highlighter. Он у меня лежит, друзья, еще со дня моей свадьбы. Мне друзья мои привезли из Польши. Яцек Мологошенька. Приветики, спасибо большое. Вот так вот он выглядит. И что бы вы думали, это... Я уверена, что это, скорее всего, аналог Fenty Beauty, но только намного зверский, намного сильнее. Во всяком случае, мне кто-то говорил, что похож. Вот я его растерла тут на руке, набираю чуток и наношу. Стараюсь немножечко нанести и полировать. Короче, сияет это все безумно красиво, мощно, влажно. И у меня постоянно восторг от этого хайлайтера. Набирается он на минуточку на кисть очень жестко, поэтому стряхивайте, если что. Я еще взяла такую относительно... О, боже, смотрите, просто относительно плотную кисточку. Если взять кисть чутко полегче, то, я думаю, все будет поскромнее немножечко. Давайте теперь наносить пудру. Наносить буду под глаза. Это, конечно, говорят, что лучшая пудра для бейкинга, но я не люблю очень сильно бейкинг, потому что у меня много таких мимических морщиночек под глазками. И я реально, я не перевариваю бейкинг на себе. Я уже нанесла, да, предварительно консилер, тарт шейп тейп, если что. Вот такой вот товарищ, который вечно течет в оттенке 12N Fair Natural. Здесь внутри защитная крышечка, очень мелкодисперсная пудра. И капец, какая ароматная. Так, я набираю на кисть и вырабатываю в кисть. Ладно, давайте нанесем на одну сторону так. Буду вот такими притаптывающими движениями наносить. Но, конечно, на камере я вижу, что у меня эта область вообще разгладилась очень сильно. Ай, чувствую, что я об этом пожалею. Ладно, возьму влажный спонж. Наберу немного, вработаю. Ну, поехали, ладно. Сори, друзья, хотя бы вот сюда нанесу и под глаза. Ну, это так, бейкингом, конечно, тяжело назвать. Это просто припудривание влажным спонжем, знаете. Так, конечно, покрытие шлифуется прям очень сильно. И нужно припудрить остальные части лица хоть немножечко. Совсем чуть-чуть буду набирать эту пудру. И наношу на все лицо. Ну, и вот так вот выглядит припудренное лицо. Мой несчастный лоб. Просто какой же он сухой. Давайте наносить бронзер. Последний продукт на сегодня. Glowish by Huda Beauty в оттенке 01 Light Soft Radiance Bronzing Powder. Беру свою любимую кисточку веничек. Это кисть Чикодо. Ну, поехали. Ну, и вот такой вот результат получился. Давайте, друзья, сейчас я доделаю свой макияж, доведу до ума. И к вам вернусь. Побеседуем, побеседуем. 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 ну что друзья давайте обсудим теперь сегодняшние продукты и хочу начать с палетки во первых хочу похвалить ламель потому что это что-то новенькое для этого бренда во первых такая цветовая гамма довольно таки нестандартная для ламель во вторых это новый вид сияшек для ламель насколько я понимаю вообще сияшки красивые блестит это все очень красиво есть у меня аналог вот этому оттенку в бернович и в глэм шоп собственно говоря это очень очень похожие оттенки сейчас вам покажу во первых это бернович x20 это самое ближайшее что похоже и у меня есть еще глэм шоп в палетке турбина есть оттенок бжаск браск не буду в общем тут прикалываться вот друзья три свотча внизу это ламель затем идет бернович и третий это глэм шоп ну и вы можете видеть вот так вот при повороте у этого есть такая темная база немножечко вот и этот более насыщенный глэм шоп самый ненасыщенный это грубо говоря бернович но сами по себе оттенки смотрите идентичные я не думаю что знаете разница будет очень сильно бросаться в глаза еще оттенок от ламель немножечко совсем чуть-чуть до хромит в фиолетовый вот что-то тип того здесь прослеживается аналоги я вам показала и сейчас хочу вам показать аналоги текстур у меня здесь есть однушки от глэм шоп это вот то что я вам говорила они очень очень рыхлые оттенок один в один у меня конечно такого не будет не найдется вот друзья однушка от глэм шоп у меня я надеюсь вы разберетесь что это за текстура она безумно безумно рыхлая и она кусочками такими набирается как раз таки и вот полукремовая это у меня если что кому интересно оттенок мара и это из коллекции мраморных их теней там и не мармурки по моему называются вот как набирается этот оттенок такими кусочками хлопушками опять-таки надеюсь что вам там все видно и вот его желательно именно растирать и он растирается в такой кремовый оттеночек блестит это все безумно безумно красиво знаете что мне напоминает это пластилин это реально похоже немножечко на что-то такое пластилиновое как будто бы пластилин смешали с блестками и сейчас вам посвочу вот этот оттенок и клипс из палетки ламель хотела сказать глэм шоп вот это тоже самое по текстуре вот снизу это ламель сверху это глэм шоп сияют как по мне на камеру практически они одинаковы именно по сиянию по оттенку мне конечно нравится глэм шоп и в живую сияет больше именно глэм шоповский оттеночек но это довольно таки неплох учитывая то что у глэм шоп и у бернович однушки довольно таки дорогие получаются ну то есть у нас стоимость данной палетки как стоимость практически как стоимость однушки от глэм шоп или от бернович смотря какую вы коллекцию берете и смотря какой оттенок вы берете то в принципе в принципе есть смысл так добрать эту палетку от ламель но еще учитываем то что здесь конечно маленькие рефилы но с другой стороны допустим если вы там не бьюти голик и не какой-то безумный фанат косметоза но вы хотите добавить к себе в коллекцию какое-то разнообразие и желательно чтобы это был бюджет то принципе хороший вариант они добротные качественные единственное но это все может скатываться у меня не сильно жестко скаталась все у меня если что веки не сильно жирные не сильно сухие ну то есть такая нормальная кожа у меня на подвижном веке жирница все это у меня довольно таки медленно и на мне мало что скатывается и редко на мне что скатывается это такие знаете исключение из правил и если уже нам не скаталась как я говорю обычно своих видео то значит если у вас жирная века или на вас скатывается что-то то тогда сто процентов это на вас скатается вот поэтому имейте это ввиду следующее что мне не понравилось в данных сияшках это то что жуются веки учитывая то что это такая текстура именно полукремовая полупластилиновая такая то наносится это все слишком плотным таким слоем и живет опять-таки века не сильно я скажу вам так и отпустили эти сияшки мои веки вот при том что меня не смущают обычно пожеванные веки мне как-то вообще фиолетово если честно я на это не обращаю внимание но просто если взять допустим какое-то возрастное века то это будет довольно таки не прикольно наблюдать на своих глазах вот так что если вас смущает этот вопрос то опять-таки есть еще один минус в этой палетке затем что по поводу матовых естественно матовые здесь не гиперпигментированные это довольно таки бюджетный бренд в конце концов но конечно это тоже в принципе не проблема учитывая то что это коричневые оттенки вот эти вот во всяком случае два давайте с ними разберемся то в принципе можно взять коричневый карандашик сделать себе аля растушевочную такую стрелочку растушеванную и закрепить это все тенями если конечно вы не хотите париться и вы хотите сразу же видеть пигмент то это конечно не ваш вариант здесь пигментация она нормальная но в ней плотности немного не хватает и насыщенности но в принципе адекватно у ламель есть и хуже палетки предыдущие палетки мне они не нравились по своей пигментации не нравилось то что некоторые оттенки даже коричневые сами себя сметают особенно когда вы проходитесь пушистой растушевочной кистью что касаемо вот этого оттенка rock тоже видно что в нем не хватает плотности короче во всех этих оттенках не хватает именно плотности пигмента насыщенности пигмента вроде как и нормально но кожа просвечивает поэтому тоже его вот именно так плотно насыщена чтобы нанести советую использовать карандаш учитывая то что карандаши стоят просто каких-то копеек то почему бы и нет купить себе и не париться так вот собственно говоря учитывая то сколько стоит эта палетка 400 допустим гривен с чем-то берем самую высокую цену которую я видела то можно купить допустим девятка до поменьше оттенков но извините покачественнее будут тени за эти же деньги у перекупщиков вы можете купить в конце концов очень много инстаграм магазинов которые сейчас продают color pop элементарно поройтесь у меня в подписках и плюс ко всему можно напрямую заказать color pop доставляют прекрасно в украину мист экспрессом поэтому такое если не хочется заморачиваться конечно насчет color pop и так дальше что-то там ждать и вам хочется прям вот сейчас на новый год новогоднюю палетку туда это неплохой вариант если вас не смущает пигментация матовых допустим вам и не нужно более пигментированные оттенки да это нормальный адекватный вариант и повторюсь сияшки здесь реально прикольные они классные они хорошо сияют и мне это очень нравится то есть праздничный макияж с этой палеткой возможно сделать теперь давайте поговорим по поводу подводок и друзья это единственный продукт который мне сегодня прям вот неадекватно понравился друзья если бы сейчас в этой комнате не спал мой муж я бы орала просто когда я наносила эти подводки это космос это отвал просто всех органов я не знаю как еще сказать они они замечательные они превосходные они восхитительные они шикарные они сияющие блестящие красивая плотненькие нормальные адекватные бюджетные подводки самое главное что это бюджетные подводки это не может просто не радовать конечно же плотнейшим слоем я вам не советую наносить эти подводки это в принципе нормально для такого плана подводок для всяких металлизированных подводок которые подчеркивают текстуру, которые при наслоении трескаться могут, как-то там кривиться немножечко, и, короче, все возможные проблемы с ними происходят. Но это круто. Мой вам совет. Если вы хотите видеть явные, классные, крутые переливы, наносите сразу же на черную стрелку. Неважно, из чего она будет сделана, будь это карандаш или же подводка, или гелевая подводка какая-то. Неважно, главное, чтобы это была темная какая-то подложка. Даже, может быть, коричневая подложка. Но обязательно для полного эффекта, мой совет, наносите такие штуки исключительно на черную подложку. Тогда вы будете видеть вот эти вот все шикарные, роскошные переливы. В принципе, если вы на голое веко нанесете вот эти вот подводки, вы тоже их будете видеть. Но, во-первых, будет просвечиваться кожа. Во-вторых, вы будете пытаться наслаивать и наслаивать, чтобы не просвечивала кожу. И, в-третьих, из-за наслаивания, что у нас появится? Текстура кожи и ваши веки будут жутко пожеванными. Поэтому просто мой рекомендацион бежать и покупать однозначно. Это очень крутые штуки. Но просто имейте в виду, что лучше всего такие штуки наносить исключительно на подложку. Потому что у них такая сероватая именно полупрозрачная база. Хайлайтер от Хиан. Мне он нравится, друзья. Вот ничего я не могу с собой поделать. Есть еще другие оттенки у этого хайлайтера. Такие более человеческие, скажем так. Оттенок шампанского там есть еще второй. А это такой именно серебристый морозный такой хайлайтер. Я думаю, на какой-то холодной внешности это будет очень красиво смотреться. Это исключительно новогодний праздничный хайлайтер. Безусловно, на каждый день, нет, это не тот хайлайтер. Тут видно эти блестки. Да, это нормально. И нам, в принципе, производитель не говорит, что ваша кожа будет там мягкая, заполированная, шелковистая и красивая. Нет, это, блин, diamonds. Diamonds glow highlighter. У нас все на упаковке написано, нарисовано. Все в блестках, короче. Никаких, чтобы вам претензий не было. А то я помню, как мне написали за хайлайтер Джеффри Стар. Нилочка, что ты хотела? Это Джеффри на минуточку и Extreme Frost. Короче, я люблю такие хайлайтеры. Мне нравятся такие хайлайтеры. Он довольно-таки стойкий, этот хайлайтер, в принципе. Мне нравится, потому что мне для сцены это подходит идеально. Мне для работы это подходит идеально. И для съемки видео я люблю именно хайлайтеры пожестче, пожестче. Поэтому, если вы что-то ищете такое вот новогоднее, что-то такое блестючее, влажноватое, что-то похожее на Diamond Bomb от Рианы, мой вам рекомендацион погуглить, поискать, поискать на всяких польских сайтах. Если вы из Украины, допустим, на Тина всякие, Lady Makeup есть. LMH Style, кстати, сейчас что-то так закрыт этот сайт, я заметила. Девочки, а если вы в Польше, то вам вообще еще проще. Пошел в магазин в Росман и купил этот хайлайтер. Короче, поищите, поищите. Классная штука. Давайте теперь поговорим по поводу бронзера. Бронзер от Худы мне понравился. Это, конечно, такой оттенок, который на мне проявляется больше в желтинку. Я люблю более такие красновато-рыжеватенькие бронзеры, но не слишком чересчур желтые. Ой, рыжие точнее. А вот желтые бронзеры мне не сильно нравятся. Как-то, знаете, такой болезненный вид немножечко. Здесь что-то граничит между рыжеватым, таким желтоватым бронзером немножечко. Но, в принципе, мне нравится, как выглядит мое лицо. Просто, что единственное, нужно будет брать его для более теплых макияжей. Сейчас у меня немножечко такой расинхронный диссонанс в голове происходит, потому что макияж глаз относительно такой прохладный. Кстати, я не сказала, что оттенки в этой палетке, они нейтральные. Они не теплые матовые, не холодные ледяные. Такие настоящие нейтральные, трушные матовые коричневые. Короче говоря, текстура мне нравится. Мне нравится нанесение, мне нравится румяная от Huda Beauty, которые у меня недавно появились. И здесь та же самая текстура, естественно, потому что это коллекция одна и та же, Glow Wish и так дальше. Вот, поэтому зачет бронзеру. Буду пользоваться, буду тестировать с удовольствием. И, конечно же, в фаворитах года, наверное, я уже вам расскажу про этот бронзер более детальнее и подробнее. Затем пудра. Пудру, опять-таки, тоже нужно тестировать с другими какими-то продуктами, с другими тональными кремами. Однозначно не с тоном от Huda Beauty, потому что на моем лице сейчас просто пустыня, сахара, жесткая. Учитывая то, что еще и зима, и так кожа лица немножечко такая, знаете, в состоянии шока. Так что пудра классная, она очень-очень-очень шелковистая, очень такая силиконистая, приятная, офигенная. Но просто надо ее попробовать с другими какими-то средствами. Во всяком случае, с консилерами другими еще, с тональными кремами, посмотреть, как фиксируется макияж. Короче, протестировать ее просто в пух и прах. Мне не нравится то, что здесь, конечно, все сразу же на тебя вылетает. Вот так вот, как только ты открываешь, это супер мелкодисперсная пудра. Это все сразу начинает разлетаться. Не нравится мне аромат. Он мне не нравится на данный момент. Он мне точно, однозначно противен. И я не понимаю, зачем пудру настолько сильно ароматизировать. Это как пудра Джеффри Стар. Но если там пахнет это все какой-то сладкой ватой, сахарком, это еще более-менее приятный аромат, хоть и навязчивый. То здесь какие-то такие бабушкинские духи, короче говоря, восточные. Ну, если вам нравятся такие ароматы, то, конечно, это ваш вариант, безусловно. Но, что замечу, улетучивается этот аромат. Он не остается на лице, поэтому спасибо большое на этом худонька. И последний продукт в сегодняшнем видео. Это тональный крем от Huda Beauty. Что я вам могу сказать? По оттенку вроде как я попала, хоть мне кажется, что он такой немножечко посветлее будет, чем я. Чуть-чуть буквально. Сто процентов я его буду тестировать в замесе. В замесе с какими-то тональными кремами, которые полегче, допустим, Белор Дизайн. Сейчас, на данный момент, буду замешивать. Потому что слишком сухой для меня этот тональный крем сейчас. Моя кожа просто офигела сегодня. Она такая прям, зачем ты это на меня нанесла? Штукатурку. С другой стороны, нам и не обещает производитель естественное натуральное покрытие, скажем так. Он нам и говорит, что это суперстойкое, там такое матовое, софт-мат покрытие. Но я и не могу сказать, что это софт-мат какой-то. Я не могу сказать, что это сатиновое какое-то покрытие. Что-то типа такого. Это реально наглухоматовое покрытие для меня. И это, конечно, мне не так сильно нравится, как Estee Lauder Double Wear. Ну, то есть, если выбирать уже между этими двумя тональными кремами, то я бы выбрала все-таки Estee Lauder. Что мне еще понравилось, кстати, в нанесении? Понравилось сначала его все-таки рукой разогревать на лице, а затем притаптывать спонжиком. Вот так мне понравилось намного больше нанесения, чем, знаете, сразу же ляпать на лицо, к примеру, тем же спонжем или кисточкой. Кисточкой вообще мне ничего не понравилось. Вот, ну, либо же кисточка, какашечка, либо же, я не знаю, либо все-таки это не мой формат нанесения, скажем так. Что ж, друзья, на этом все. Я надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Продукты понравились из этого видео. Если вы что-то покупали из этого, если вы пробовали уже новую коллекцию от Lamelle, то, конечно же, дайте мне знать в комментариях. Пишите ваши отзывы, будем там общаться с вами. Если вы худоньку пробовали вот эти продукты, то тоже обязательно пишите ваше мнение. Если вы новичок на моем канале, друзья, обязательно подписывайтесь, жмите колокольчик уведомлений моих новых видео, ставьте лайкосик, поддержите меня, пожалуйста, вашим пальчиком вверх. Я вам за это буду невероятно благодарна. Спасибо большое, что вы все подписываетесь, что вы меня поддерживаете, пишите мне комментарии. Это очень помогает в продвижении моего канала, ни для кого не секрет. Поэтому спасибо большое. У меня на этом все. Всех тулу обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok